Настоящий мастер, а не только папин сын. Но вот прошло время, он обратился к творчеству Шервани и нашел его гениальным. Это время совпало с 70-летним юбилеем Шервани Челаева, и Камиль решил, почему бы не сделать отцу подарок – концерт его произведений в Париже. Рассказывает Юлия Городецкая. Ночь, Париж, музыка. О том, что в одном из самых престижных залов города пройдет концерт дагестанской музыки, Камиль Челаев известил общественность заранее. В ход пошли афиши, электронные табло и даже радио. Накануне визита отца на одном из радиоканалов должна выйти большая программа о творчестве Шервани Челаева. К ней Камиль готовился особенно тщательно, потому очень волнуется, что же получилось в результате. Вообще, я доволен очень сильно, потому что Буйно, во-первых, он очень быстро отреагировал на сообщение о концерте, и потом он пустил все сначала до конца. Аэропорт Шарля-де-Голе – ожидание встречи. Ежедневно в Париж прилетают три самолета из Москвы. Шервани Челаев летит самым поздним рейсом. Я никогда не был востребован так, как сейчас. Почти первое, что говорит сыну – композитор. Юбилейные концерты в России, Белоруссии и Дагестане. Остаться в Париже больше, чем на три дня, значит сорвать всю программу. У них возникла идея Дагестан спектакль повести. Мне хотели там устроить тоже такой Савантуй в связи с юбилеем. Я сказал Савантуй только в том случае, если вы повезете спектакль. А сидеть на ковре и слушать речи. Шервани уже был в Париже частным образом, но его музыка никогда не звучала здесь. Город он любит, но еще больше любит дом и работу, потому все мысли только о концерте и о творчестве. Я вижу, два человека поют аварскую песню и рассказывают друг другу, Камиль, о том, как они в Воронеже абрикосы по какой цене продали. Это же жизнь не была. Понимаешь, это же входит туда. И поэтому они все время ищут меня через... Вот он с кем-то знаком, там куда-то, вот он чего-то, кого-то нет. Это была натуральная, абсолютная жизнь. Лакские песни, инструментальные произведения и гимн Дагестана. Все это Камиль Чалаев репетировал с французскими музыкантами почти два месяца. Шервани удается попасть только на последнюю, генеральную репетицию перед концертом. Хор поет слаженно, но по лицу автора видно, что он готов внести коррективы. Он ускоряет звучание собственных произведений для квартета и для оркестра. Благо музыканты самого высокого класса. Наставления ловят на лету и легко подчиняются любым капризам композиторам. На следующий день музыканты попадают в зал карту, где заполонировано выступление всего за два часа до концерта. Установку аппаратуры и решение организационных вопросов берет на себя Камиль, а Шервани садится за рояль. Я совсем не переживаю, никаких проблем не бывает. Я же не профессиональный певец. Профессиональный певец может переживать. Я когда сажусь за рояль, начиная петь, я ухожу в горы. Публика на концерт собирается очень разная. Тут и потомки эмигрантов первой волны, высший свет рухнувшая Российской империи, и эмигранты советских времен, но больше половины зала – этнические французы, представители разных профессий. Хор, квартет, оркестр, лакские песни в исполнении самого автора. Публика ненадолго замирает от удивления, слушает, а потом аплодирует бесконечным и вызывает музыкантов на бис. После концерта за кулисами к Шервани подходит группа молодых соотечественников, которые живут и работают в Париже. Случайно из интернета они узнали о концерте. Я услышала в Париже гимн моей далекой-далекой республики, которая для многих даже незнакома, неизвестна, и которая порой, когда ходишь на выставки книг или искусства России, часто очень даже не представлена совершенно. Нас очень мало, мы здесь, можно сказать, единственные, и нам было очень-очень приятно и тепло послушать мелодии, родимые мелодии, которые мы уже сами начинаем забывать. Автографы и подведение итогов. Концерт был некоммерческим, то, что он станет убыточным, было понятно с самого начала. Печать афиш, аренда зала, оплата 25 французских музыкантов. Все это обошлось организаторам слишком дорого, но результат превзошел ожидания. На то, что на концерт дагестанской музыки в Париже соберется так много народу, Камиль Чалаев, похоже, не рассчитывал. Я думаю, что это, так сказать, феномен такой совместных эффектов одновременно и дагестанской музыки, для тех, кого интересуют какие-то такие экзотические вещи. Большая часть зала состояла из моих хороших знакомых, то есть такая добрая четверть. На такой радушный прием не рассчитывал и Шервани Чалаев. Теперь концерты его музыки пройдут в России, Белоруссии и Дагестане. А Камиль Чалаев запланировал на апрель новое действие. Он возглавит большой оркестр, который исполнит поэму родной украинской земле, за которую его дед по матери, композитор Яков Каплун, получил сталинскую премию. Юлия Городецкая, Вести+. Выражение «Крещенские морозы» давно и прочно вошло в сознание наших предков, которые обычно отмечали этот зимний праздник под забывание в юге, в крайнем случае под легкий хоровод снежинок. Но, как говорится, призрачно все в этом мире бушующем. Все со временем меняется, в том числе и климат. Нынешняя необычайно теплая погода, казалось бы, не оставляет места для причуд зимы.